Реформаторы разваливают армию обороны Израиля. 11 октября 2019 года. bmpd.livejournal.com Реформаторы разваливают армию обороны Израиля. Оригинал взят у коллеги Олег Рановский. В отчет Ицхака Брика о неготовности АОИ к полномасштабной войне в 2018 году комиссар по жалобам военнослужащих на Цавквилет. H-Хайалем. Армии и обороны Израиля. Генерал-майор, Рез, Ицхак Брик издал отчет, в котором говорится об общей неготовности АОИ к полномасштабной войне. Ниже я привожу основные пункты критики Брика на основании интервью с ним, опубликованным 4 октября 2019 года на сайте МакКорр и Шон. Для понимания отчета важно сказать, кто такой Ицхак Брик. Брик-танкист, прошедший все командные должности от командира танка и до командира корпуса, участвовал в войнах и операциях от Шестидневной войны и до Первой Интифады. В АОИ с 1965 года, наводчик танка в 82-м батальоне 7-й бронетанковой бригады. Далее курс командиров танков. Во время Шестидневной войны воюют в 63-м батальоне 14-й бригады. Далее офицерский курс. Во время операции Кэрами, 21 марта 68-го года, командует взводом танков в 7-й бригаде. Затем командир роты. В 1969 году. Демобилизуется. Заканчивает первую степень в Технеоне, как инженер управления производством, Миан Деста Асиевой Ниуль. Позднее закончил вторую степень по общественному управлению, Ниуль-Цебури, в Тель-Авивском университете и колледж национальной безопасности АОИ, Мобаль. Во время войны судного дня командир роты в 113-м батальоне 217-й бригады 162-й дивизии. Несмотря на сильные ожоги лица 7 октября 73-го года, остается в строю до конца войны. Награжден медалью за отвагу и тур H-ОЗ, второй по значимости военной награды Израиля. В резерве продвигается до звания подполковника и должности командира батальона. В 1980-м году по просьбе командования возвращается на кадровую службу, как он тогда планирует на два года. Но после войны в Ливане 1982-й год решает задержаться. Задержка длилась еще 17 лет, до 1999 года. Командир резервной 786-й БРТ бригады Харелл, командир 14-й регулярной БРТ бригады, далее 78-й резервной дивизии Уцват Эдгар и 36-й регулярной дивизии Гауаш, заместитель начальника штаба полевых войск, Мавхаш. В 1994 году начальник военных училищ в звании генерал-майор. В дополнение с 1995 года, командир Южного корпуса, 441-й, продолжает командовать корпусом еще несколько лет и в резерве, после демобилизации. Из декабря 2008 по декабрь 2018 ГГ. Комиссар по жалобам военнослужащих. Кроме обычного кабинетного изучения жалоб, 3-4 раза в неделю БРИК посещал подразделения АО, ВВС, ВМС и СВ. Каждая встреча длилась около 4-х часов. Всего более 1,6-тысячных подразделений за 10 лет. Кроме того, все эти годы он изучал отчеты госконтролера, все что касается системы безопасности, контролера МОИ и контролера АОИ. Весь этот материал, а также личное близкое знакомство с системой, и позволил ему написать отчет 2018 год. БРИК в основном критикует СВ и ГЭШа. ВВС и ВМС, по его мнению, достаточно профессиональные боеготовы. Проблемы СВ связаны с несколькими факторами. Одна из них неэффективность нынешней структуры командования. Несмотря на создание штаба СВ, МАЗИ, а затем и собственно СВ, ЗРОА, Х-ЯБАШа, те занимаются вопросами строительства СВ. Реальным командующим СВ в ходе боевых действий является НГШ, через штабы командующих военными округами. Но НГШ слишком занят другими задачами, поэтому у него слишком мало времени на контроль развития и оценку текущей ситуации в СВ. Еще один фактор сокращения кадров в рамках текущей пятилетней программы развития АОИ – Тараш Тахнит Равшнатет, Гедеон. Уже в самом начале ее исполнения, середина 2015-2020 ГГ, было сокращено 5,000 стовок сверхсрочников. Но если в ВВС сокращения были вертикальными, закрывали подразделения, то в СВ горизонтальные, сокращение 15% стовок в действующих подразделениях. В результате на мобилизационных складах СВ, ЯМАХ, оставшийся персонал не справляется с проведением текущих работ по обслуживанию оружия и боевой техники. Но главная проблема – падение организационной культуры. Например, выдача приказов, часто с использованием электронной почты или приложений смартфонов, без должного контроля их выполнения. Например, в прошлом БАО и был специальный орган, Бакаров и МАКАФ, контролирующий исполнение распоряжения НГШ и генералов ГШ. Тот, кто их не выполнял, должен был отчитаться, почему это произошло. Но этот орган был сокращен, соответственно и исполнение приказов. В рамках подготовки отчета БРИК беседовал с полковником, проверявшим, каков процент указаний приказов НГШ определенному виду ВС был выполнен. По его словам 15%. Также должным образом не изучаются отчеты контролера МОИ, выявленные в них недостатки не исправляются. Как следствие проблемы опускаются вниз. Во многих подразделениях не проводятся регулярные смотры, мездарим. По окончанию учений часто не чистится оружие. Среди прочего это произошло из-за решения сократить ротных старшин, РАСАП, на сверхсрочной службе в рамках Тараж Гедеон. Попытки заменить их солдатами срочной службы оказались неэффективными, среди прочего из-за утери опыта работы старшин. Похожая ситуация с внедрением высокотехнологичного оборудования, например систем связи, управления и контроля, созданных в рамках программы ЦАЯД. На танках резервных бригад такие системы есть, но нет нормальной подготовки резервистов к использованию систем и нет достаточно техников в резервных бригадах и Ямахах для их ремонта. Многие сверхсрочники были сокращены, а те кто остались постепенно демобилизуются по выслуге лет. Молодых солдат, закончивших срочную службу, часто трудно уговорить остаться на сверхсрочную, из-за высокой нагрузки и разницы в зарплатах между армией и гражданским сектором. Падает и мотивация службы призывников в боевых частях с 78 до 64% за последние десятилетия. На это накладывается и сокращение сроков срочной службы для мужчин с 36 месяцев до 32, с 1 июня 2015 года, а затем и до 30, с 2020 года. В АОИ в последние 10-15 лет развилась новая концепция отсутствия угрозы большой полномасштабной войны против нескольких противников на разных фронтах. С Египтом и Орданией мир, Сирия ослаблена гражданской войной. Остаются два зоны террора, Хизбаллы на севере и Хамас в секторе Газа на юге. Но сокращение СВ, напомню о недавно появившихся планах закрытия еще два резервных бронетанковых дивизий, и это после постоянных сокращений последних десятилетий, привели АОИ к неспособности атаковать на два фронтах одновременно. То есть, если брать даже ограниченный конфликт с одновременным участием два террористических организаций, АОИ будет способна наступать только на одном фронте. А значит, пока не дойдет время до второго тыл будет подвергаться ракетным обстрелам, 2,000 ракет в день, включая ракеты с 500-600 килограммов БЧ. Даже имея системы ПРАС 90% эффективностью, пока у них не кончатся ракеты, это будет означать падение 200 неперехваченных ракет. Тут надо учесть, что перехватывают только опасные ракеты, но при обстреле крупных сосредоточений населения, вроде Хайфы и Большого Теля Вива, практически все ракеты будут опасными. В конце интервью Брику был задан вопрос, что делать. По мнению Брикка, первой мерой должно быть лишение НГШ права менять армию по своей прихоти. Должна быть четкая картина угроз национальной безопасности, как текущих, так и потенциальных, и армия должна строиться на основе этой картины и решений, принятых на политическом уровне. За создание картины угроз должен стоять Совет национальной безопасности, СНБ. СНБ, Маляль Мааца Лебетахон Лиуми, был создан в Израиле в марте 1999 год, в конце первого срока Беньямина Нетаньху как премьер-министра Израиля. Но в 2008 году его функции были сокращены до совещательного штаба, соответственно изменилось и название, на Мате Лебетахон Лиуми, сокращенно также Маляль. По мнению Брикка, это должен быть полноценный СНБ, с полномочиями, определенными законе, с возможностью контролировать выполнение своих рекомендаций. Именно он должен определять угрозы безопасности, как текущие, так и возможные, в соответствии с этим будет планироваться бюджет Муи и размеры АОИ. По мнению Брикка, нынешняя Ингаша, генерал-лейтенант Абив Кахави и его заместитель, генерал-майор Аль-Замир, относятся к его отчету со всей серьезностью и же создали рабочие группы «Цвет Хашива», по обсуждению различных пунктов этого отчета. Ссылки. Ицхак Брик. Травма 1973 год будет ничем по сравнению со следующей войной. Мэй Коришин. 4 октября 2019 года. Ицхак Брик. Статья Википедии. СНБ Израиля. Статья Википедии. Право на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com. Материал размещен правообладателям в открытом доступе. Продолжение следует.